Добрый вечер! Итоги этого дня подведу с вами я, Анна Москаленко. В начале выпуска коротко поговорим о главных темах. Экс-министра транспорта края Александра Дементьева подозревают в получении 5-миллионной взятки. Подробности выпуски. В Алтайском крае начался сезон цветения тополей. Чем опасен пух от этих деревьев, расскажем в нашем сюжете. Когда село Алтайское было торговым, что хранят фотоснимки сельских жителей столетней давности? В районном музее, которому в этом году исполняется 60 лет, побывала наша съемочная группа. Экс-министра транспорта края Александра Дементьева подозревают в получении 5-миллионной взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. В 2020 году он получил крупную сумму денежных средств от директора компании, которая занимается нанесением дорожной разметки. Дементьев пообещал определить фирму в качестве субподрядчика по содержанию автомобильных дорог, заключить с ней муниципальный контракт и обеспечить беспрепятственную приемку работы. В настоящее время бывший министр задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следователями осуществляются неотложные следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. В Алтайском крае начался сезон цветения тополей. Чем опасен пух этих деревьев, расскажем в нашем сюжете. На улицах сугробы из пуха. Однако романтику сезона цветения тополей разделяют не все барнаульцы. Людям, страдающим аллергией, врачи советуют воздержаться от прогулок в сухую ветреную погоду. Если из дома все-таки вышли, необходимо надеть защитную маску и очки. А вернувшись, тщательно промыть водой глаза и нос. Аллергологи советуют предупреждать проявление аллергических реакций заранее. Для того, чтобы предотвратить аллергию, нужно ее сначала дифференцировать. Для этого нужно прийти к врачу-аллергологу в октябре, ноябре, декабре, провести кожные скарификационные пробы, выявить, на что аллергию, и потом проводить лечение из аллергенов, так называемую специфическую иммунную терапию. Она проводится либо в виде подкожных прививок, либо в виде приема таблеток. Кроме вреда для здоровья человека, тополиный пух несет и серьезную пожарную опасность. Брошенный окурок или непотушенная спичка могут моментально воспламенить слежавшийся пух. О пожаре необходимо срочно сообщить по телефону 011 городского, а с мобильного по номерам 101 и 112. Горит он быстро с выделением значительного количества тепла. Способен пожечь деревянный дом или постройку по всему периметру в течение считанных минут. Для детей пожигать тополиный пух – излюбленная забава, после которой нередко приходится вызывать пожарных. Для превотвращения возгорания жителям и организациям рекомендуется проводить чистку, уборку и пролив дворов, тротуаров и дорог, а также мест скопления этого природного материала. Кажется, что летний снег покрыл уже весь город, но на деревьях висит пух еще целыми гроздьями. А это значит, что барнаульцев спасет только сильный дождь, который собьет пух на землю и наполнит влагой, не давая подняться. Юлия Шаламова, Алексей Шаульский, новости. Губернатор края Виктор Томенко заявил о необходимости усиления темпов вакцинации от COVID-19. Он сообщил, для формирования коллективного иммунитета к осени этого года необходимо вакцинировать хотя бы 60% взрослого населения. Это больше 1 миллиона человек. Сейчас в регионе вакцинированы лишь 270 тысяч человек. Городские, районные поликлиники и мобильные комплексы в крае в сутки могут принимать до 15 тысяч жителей. При этом в настоящее время ежедневно в них вакцинируется только до 2,5 тысяч человек. Низкие показатели зафиксированы в Табунском и Третьяковском районах, а также в Новоалтайске и Славгороде. Если мы будем с вами продолжать двигаться так, как мы это делаем сегодня, то целевых показателей вакцинации мы достигнем только в осени следующего года. Это значит, что риски того, что, ну, так называемая третья волна или очередной всплеск заболевания, заболеваемости, мы с вами получим. Осень прошлого года помним, так сказать, и чувствуем до сих пор очень хорошо. Допустить такого состояния ни в коем случае нельзя. Виктор Томенко подчеркнул, краевые власти, органы местного самоуправления и работодатели должны усилить разъяснительную работу, выработать новые способы и формы стимулирования для того, чтобы жители края вакцинировались активнее. В Министерстве природы Алтайского края прошло совещание по вопросам использования воды в зоне верхнего бассейна реки Обь. На нем присутствовали руководители и специалисты отраслевых структур из Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Республики Алтай. Все организации, которые используют воду для нужд населения с последующим ее возвратом – водопользователи. Таких в Алтайском крае в 2020 году насчитали 24. Уже в текущем году их количество возросло до 144. Резкий рост связан с оформлением специальных документов организации, которые ранее не зарегистрировали свои права. Сейчас надзорные органы ведут активный учет водопользователей, поэтому в дальнейшем их количество снова может возрасти. В целом, по состоянию на начало текущего года мы достигли показатель, согласно которому почти 100% водопользователей оформили свое право пользования. Мы считаем это хороший показатель эффективности нашей работы. Но для достижения этого показателя, конечно, проводилась определенная работа по пресечению фактов нелегитимного водопользования. Также на совещании затронули вопросы качества водных объектов. На долгосрочную перспективу запланирован ряд водохозяйственных мероприятий, в том числе по расчистке рек и увеличению их пропускной способности. Такие работы помогут снизить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций от негативного воздействия вод. Жители Старо-Белокурихи Алтайского района пятый год участвуют в проекте поддержки местных инициатив. Благодаря господдержке они делают жизнь в селе комфортнее. На реконструкцию, благоустройство или создание объектов 90% средств выделяют власти и меценаты. Остальное собирают жители. Первым проектом, значимым проектом, была реконструкция водопроводных сетей. Я хочу сказать о том, что мы не просто участвуем. То есть мы продумали конкретно, какую проблему за какой нужно решать. Реконструкция водопроводных сетей почему была первая? Потому что мы думали о газификации клуба. А чтобы сделать газификацию клуба, мы должны были подать в котельную бесперебойное центральное водоснабжение. Сельский клуб – место притяжения жителей. Около 150 человек занимаются в творческих коллективах. До газификации у них не было комфортных условий. Когда приходишь на репетиции холодно, буквально в одежде стояли и на репетиции были. А когда концерты были, во-первых, и зрителям было холодно, невозможно было иногда просто сидеть. Тем более артистам приходилось раздевшую и танцевать. И иногда даже пара изо рта идет, а мы поем на сцене. По проекту для клуба купили тепловентиляторы и оборудовали котельную в отдельном помещении. У нас в Доме культуры стало очень тепло и уютно. И в полную силу стали работать театральные, вокальные, спортивные, хореографические кружки. Дом культуры с удовольствием посещают дети и взрослые. В общем, посетителей становится все больше и больше. Кроме этого, в районе облагородили местное кладбище. Срубили старые деревья, оборудовали место прощания, сделали ограду и дорогу, поставили мусорные баки. В прошлом году привели в порядок площадь. Замечательную Рябиновую аллею заложили в прошлом году к юбилею Победы Великой Отечественной войны. Наши семьи участвуют не только финансово, но и также непосредственно приходят, садят деревья, благоустраивают территорию, убирают мусор. В этом году в планах жителей села сделать дороги. По проекту уже идут торги. На него потребуется 1 миллион 300 тысяч рублей. Из них 130 собирают сами сельчане. Новый детский сад появится в селе Ае Алтайского района. Помещение уже построили, завезли оборудование. Общая стоимость работ – 170 миллионов рублей. Детсад рассчитан на 140 мест, 40 из которых – ясли. В него примут местных жителей и малышей из соседних сел. Верх Ай и Нижника Инчи. Село наше активно развивается. И при всех программах по поддержке семей с детьми увеличивается и рождаемость в селе. А наш старый детский сад, который еще был построен в 60-е годы, уже не в состоянии принять всех ребятишек села. Родители возмущаются. Им приходилось по несколько лет стоять в очереди. Детсад построили по нацпроекту «Демография». Уже оборудованы игровые площадки. В самом здании устанавливают мебель и технику. Там будет большой пищеблок, музыкальный зал, физкультурный и другие. Первых детей планируют принять в августе. В нашем детском саду мест не хватает, не хватает какого-то оборудования, не хватает новых площадок. Хочется уже чего-то более цивилизованного, чтобы дети развивались в ногу со временем, а не где-то оставались на задворках. Пятый международный турнир по футболу памяти Геннадия Ивановича Смертина завершился сегодня в Барнауле. В нем приняли участие больше ста спортсменов из Барнаула, Новосибирска, Москвы и Алматы. Почтить память известного алтайского тренера приехал его старший сын Евгений Смертин, а также спортсмены, которых он воспитал. Отец бы гордился, и думаю, что он видит все, и гордится этим. Он прививал нам любовь к футболу, любовь к мячу и индивидуальные какие-то способности обыграть один в один. Когда Геннадий Иванович тренировал индивидуально ребят, то есть я был одним из них, и мы много времени уделяли этому упражнению, играли действительно один на один. Старались выполнять финты, которые он нам показывал, поэтому это действительно так немножко напомнило мое детство, мое взросление, когда я был на возрасте этих ребят, которые сегодня участвовали в турнире. В международном турнире приняли участие шесть команд. Пять дней, 15 матчей. Победу в этой честной борьбе одержал московский футбольный клуб «Локомотив». Все ребята молодцы, показали хороший качественный футбол, хороший уровень сопротивления был. И это показывает те счета, которые у нас были на поле, ни одного какого-то разгромного поражения. Все игры мяч в мяч. То есть было достаточно интересно для зрителей, для ребят. В лыжебиатлонном комплексе Алтайского района уже 10 лет готовят будущих чемпионов. Даже летом они продолжают ежедневно тренироваться. Меняют лыжи на ролики и оттачивают мастерство стрельбы из винтовки. Мы горды все-таки все равно детьми нашими, которые активно занимаются на нашем комплексе, в нашей спортивной школе. И вот результат этой работы все равно это наши спортсмены, которые входят в состав сборной команды России по биатлону. Это Гришина Анастасия, Дмитрий Валерия, Пищев Никита. Гришина Анастасия в прошлом сезоне в составе сборной команды России приняла участие в первенстве мира по биатлону. Среди юниоров в Австрии это проходило. Дмитрия Валерия также занимает призовые места на первенстве России. И Никита Пищев. Гришина она мастер спорта, Пищев и Дмитрия кандидата мастера спорта. Ну вот они занимаются уже 7 лет, ребята Гришина она поменьше. Но это здесь от таланта воспитанника, от таланта тренера зависит эта подготовка. Ну и конечно от наших прекрасных условий алтайских и условий спортивных и природных условий. Все малыши у нас они проходят базовые такие тренировки, такой общей направленности. То есть это общая физическая подготовка, там походы, игровые. А спортсмены уже более высокого класса, конечно, они более специализированы. Работа у них идет именно работа на результат. Шлифуют все свои шероховатости, какие-то минусы. Когда село Алтайское было торговым? Что хранят фотоснимки сельских жителей столетней давности? Историю и интересные факты можно узнать в районном краеведческом музее. В этом году ему исполняется 60 лет. 11 тысяч экспонатов, 9 выставочных залов. Природа, православие, экономика, русская изба. Здесь на витрине представители новейшего времени. Например, мобильный телефон, успевший стать раритетом. А в соседнем зале окаменелости, которым 500 миллионов лет. Миллионы лет назад территория нашего района была покрыта морем. В кембрийский период на дне моря обитали рачки, которые называются трилобиты. За миллион лет они окаменели и превратились в окаменелости. Работники нашего музея принимали участие в сборе материала. На территории нашего района до сих пор находят такие окаменелости. Изначально музей образован как выставка воспоминаний героев гражданской войны. За 60 лет он переезжал 4 раза и постоянно расширялся. Сейчас площадь музея около 500 квадратных метров. А это экспозиция «Торговая лавка». Жители Алтайского района делятся предметами быта, которые использовали в их семьях. А музей оформляет их в коллекцию. Так, казалось бы, один предмет разнообразно представлен, как в магазине, ну или торговой лавке. Село Алтайское в начале 20 века было купеческим. Торговля шла за счет его расположения. Через населенный пункт проходил старый Чуйский тракт. Как говорят сотрудники музея, тогда жизнь кипела. Историю села можно проследить по фотографиям. Они представлены и на страницах социальных сетей музея. В виртуальном пространстве снимки набрали больше 60 тысяч просмотров. Здесь у нас представлена выставка фотографий села Алтайского. Например, на этой фотографии 98-летней давности изображены люди и место. Многие местные жители узнают этот перекресток. 98-летней давности событие, первомайская демонстрация в нашем селе. В месяц здесь больше 250 посетителей. Чаще всего это туристы. Едут в основном из Белокурихи. Музей на весь район славится интересными выставками и экспонатами. Материал изготовления кукол от лыка до конопли. Наши куклы изготовлены не так давно. Но это полная реконструкция кукол, созданных несколько веков назад. Самый интересный экземпляр – это кукла-перевертыш. С одной стороны девица, с другой стороны замужняя женщина. Это происходит очень быстро, так же, как и в жизни. Некоторые экспозиции помогают почувствовать дух времени, которое представляют. А это патефон «Дружба» 50-х годов 20-го века. Именно он предшественник виниловых проигрывателей. Их принципиальное отличие в том, что он механический патефон, а виниловый проигрыватель – электрический. Большую часть вещей, которые представлены на экспозициях, приносят жители района. Так, за 60 лет существования Алтайский районный краеведческий музей стал народным. Анна Москаленко, Михаил Лифуншан. Новости. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера.